Территория монастыря представляет собой, кроме памятника архитектуры и памятника археологии. То есть вокруг стен, собственно, внутри стен расположен культурный слой. И в связи с тем, что в ходе реставрационных работ запланировано понижение уровней полов и земляные работы, в связи с этим, собственно, появилась необходимость в археологических исследованиях. Вот. Сейчас исследования проводятся в трех кельях. И перед, собственно, устройством новых полов мы изучаем культурный слой в помещениях. На данном этапе мы сняли советскую проливку цементную. То есть это самое начало работы на этом участке. И вышли на многочисленные подсыпки, которые были уже устроены именно при строительстве стен. То есть поставили стены, подсыпали, выровняли и уже на это клали полы. Монахи здесь не жили. Монахи жили, у них есть священнический корпус, есть братский корпус. Это стены для обороны. Вот бойницы. То есть, собственно, монахи здесь не жили. Поэтому количество находок небольшое. Но так мы находим фрагменты керамической посуды. Собственно, вот это вот ручка чернонощеного керамического сосуда. Тоже 17 век. Вот ручка вот так вот крепилась. Тут сосуд. Вот это керамика. Вот второй фрагмент. Это уже не чернонощеная, красноглиняная керамика. Но это вот как раз находки из слоя, которые сейчас разбираются. Вот фрагменты костей животных. Вот это вот шляпка гвоздя, скорее всего, кованого. Кроме этого, у нас есть несколько обунных подковок, которые, собственно, к обулку укрепились. И есть фрагменты изразцов. Так, по датировкам, изразцы относятся где-то к концу 17 века. Это румпа от изразца. А изразцов, собственно, облицовывали печки в основном. То есть это вот лицевая часть у него была. И он сюда. Вот такой вот щиток лицевой с узором, который мы привыкли все видеть. Такой разноцветный. А эта часть как раз вот укрепилась. То есть в раствор, собственно. Из наиболее значимых находок – это несколько уровней полов. Что нам, собственно, позволяет. Рубные исследования еще не завершены. Но когда они завершатся, мы посмотрим всю стратеграфию и сможем примерно датировать все полы. То есть это вот пока что основное. Кроме этого, нашли две печки. В данных помещениях, которые, по сути, были холодные. То есть печки, устройство печек, возможно, было после уже строительства. Стены более поздние периоды, когда помещения уже начали как-то приспосабливать. Потому что, собственно, на эти стены осады не было ни разу. Стены просто так и стояли. И впоследствии, я думаю, что их просто начали приспосабливать. И в связи с этим уже появляются печки. Потому что если посмотреть в помещениях, для печек дымоходов нет. Если посмотреть в караульных келях, которые чуть дальше там, идет устройство дымоходов. То есть все было продумано. Тем более у первой печки мы видим следы копоти. Как на полу, так и на самой печке, на потолке. А у второй печки она без копоти. Возможно, она даже не использовалась ни разу. Работаем мы на некоторых участках. Вот, допустим, расчистка полов, расчистка черного слоя до 16 века. Она происходит очень медленно, потому что работаем в основном совками и кисточками. Там, где идут подсыпки, там уже можем использовать, собственно, лопаты. Поэтому на каких-то объектах, когда мы находим какие-то фрагменты архитектуры, слои мы замедляемся. Поэтому работы идут в такие моменты очень медленно. А закончить планируем где-нибудь к 15 декабря.